Не всякий лекарь друг инвалидов Политика 19 октября 1 Не всякий лекарь друг инвалидов Сколько раз депутат фракции «Единая Россия» Александр Хинштейн в единопартийном порыве голосовал за приватизацию всего, что хотело правительство. И вдруг он обнаружил, что приватизация отнюдь не благо, а вред для интересов граждан. Своим открытием он поделился во всех подробностях с Домской трибуны. Выйти на эту трибуну меня заставила чрезвычайная ситуация, которая разворачивается в российской протизно-ортопедической отрасли. Речь идет о беспрецедентной по степени цинизмокоррупционной схеме в лучших традициях салоговых аукционов лихих 90-х. Прямо сейчас министром труда и социального развития России готовится масштабная приватизация всей госмонополии по производству протизно-ортопедических изделий и технических средств реабилитации для инвалидов. Работа ведется келейно, непрозрачно. По внешним признакам приватизация готовится в интересах лиц, аффилированных с руководителями Минтруда. В случае реализации этих замыслов бизнес-партнеры-руководители Минтруда, а возможно и сами эти чиновники, окажутся ключевыми бенефициарами реформы, заполучив контроль над социальной отраслью, а главное над огромными бюджетными потоками под 30 миллиардов рублей ежегодно. Суть и смысл происходящего в том, что может произойти утрата госконтроля за протизно-ортопедическим производством, массовое нарушение прав инвалидов. Распоряжением правительства от 8 февраля этого года в ГУП Московское протизно-ортопедическое предприятие Минтруда, сокращено МОСПРОБ, включено в программу приватизации федерального имущества. МОСПРОБ – это крупнейшее и старейшее российское предприятие по производству протезов и технических средств реабилитации сотни филиалов по всей стране. Предполагалось, что на базе МОСПРОБ создадут акционерную хальдинговую компанию «Российская реабилитационная индустрия». Впоследствии от этой идеи отказались, решив ограничиться созданием акционерного общества, АУ, на базе МОСПРОБ, куда также войдут все остальные государственные унитарные протизно-ортопедические предприятия Минтруда. Так был сделан первый шаг к реформе. К приватизации. С 2016 года началась консолидация всех 70 протизно-ортопедических предприятий вместе с филиалами. Их присоединили к МОСПРОБ. В результате это предприятие превратилось в гиганта-монополиста, где действуют 106 филиалов. Для понимания. Затраты на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации гигантские. Ежегодно эти средства получают более 1 миллиона 600 тысяч инвалидов. В 2018 году на эти цели из федерального бюджета было потрачено 27 миллиардов рублей, в том числе на протизно-ортопедические изделия почти 11,5 миллиарда. В текущем году затраты возросли до 28,5 и 11,7 миллиарда соответственно. Тут есть за что побороться. Принципиально важно, что органы управления АУ будут формироваться по представлению Минтруда. То есть, от сегодняшних руководителей отрасли впрямую зависят, кто окажется бенефицаром реформы и возглавит АУ. С высокой долей вероятности можно предсказать, что директором будущей компании станет нынешний глава в ГУПМСПРОБ, который готовит его приватизацию. И вот здесь начинается самое интересное. У готовящейся приватизации три основных идеолога и проводника, Григорий Лекарев за министра труда, курирующий всю госполитику в сфере инвалидов, директор Департамента Минтруда по делам инвалидов Анна Гусенкова и Олег Бессмертный директор в ГУПМСПРОБ, на базе которого планируется создание акционерного общества, которое, думаю, он и возглавит. Берусь утверждать, что все эти люди не просто единомышленники, а подельники. На протяжении многих лет эта троица связана общими бизнес-интересами, причем весьма сомнительной направленности. До прихода на госслужбу Григорий Лекарев активно занимался бизнесом на своей родине, в Самарской области, являлся учредителем почти двух десятков коммерческих структур самого разного профиля. Например, был вице-президентом Банка Солидарность, который с треском впоследствии лопнул. Как депутат от Самарского региона я хорошо знаю историю успеха Г. Лекарева. Основу его благополучия заложила его мать один из руководителей Самарской Федерации профсоюзов Вера Лекарева. Она была депутатом Госдумы Пятого созыва от Справедливой России, а до этого возглавляла управление Федерацией профсоюзных спортивных объектов. И странное дело, ряд таких спорт-объектов чудесным образом перешли в собственность или управление фирм Г. Лекарева и других членов этой семьи. Ключевую роль в бизнес-структурах Г. Лекарева играла А. Гусенькова, нынешний директор Департамента Минтруда по делам инвалидов. Являясь вице-президентом компании Реал, она выполняла функцию финансового директора Лекарева, управляя его активами. После ухода Лекарева на работу в Минздрав, а затем в Минтруд именно на Гусенькову он переписал свои основные активы, для чего была специально учреждена фирма «Спарк». Вторую по значимости роль в бизнес-империи Г. Лекарева занимал Олег Бессмертный. Сегодня он возглавляет в ГУП «Моспроб». А в тот период являлся директором не менее чем семи фирм, аффилированных с Лекаревым. Показательно, что Бессмертный был директором частного охранного предприятия «Самарская», которое охраняло и самого будущего замминистра, и его объекты. Эта работа, в отличие от производства протезов, Бессмертному была гораздо ближе, поскольку ранее он служил в милиции, уволился в звании капитана с должности замкомандира роты ППСУ ВД Кировского района. Но стоило Лекареву перейти на работу в Минтруд, сначала директором департамента по делам инвалидов, как его верные соратники последовали за ним, несмотря на полное отсутствие опыта в этой сфере. Финансовый директор Гусенкова становится заместителем директора того же департамента, а после назначения Лекарева замминистра занимает его должность. Бывший охранник замминистра Бессмертный по инициативе Лекарева в 2012 году назначается директором в ГУП Московская фабрика ортопедической обуви, где обкатался, обтесался и даже получил пару патентов. Капитану милиции, еще вчера знакомый с протезами исключительно по книге «Остров сокровищ», изобрел, например, новый способ изготовления индивидуальной ортопедической колодки с межстелечным слоем, а также первую и единственную в России цифровую технологию непрерывного производства колодок. В 2015 году охранник замминистра возглавил базовое предприятие Минтруда Моспроп и оказался у руля грядущей приватизации. Первые результаты работы лекаревской команды уже видны, и они негативны. По данным счетной палаты, средняя стоимость одного протезно-ортопедического изделия выросла за последний год почти вдвое, с 14,5 тысяч рублей до 24,5, ровно вдвое возросла и средняя стоимость одной закупки, произведенной Моспроп, с 3 до 6 с лишним тысяч рублей. Примечательно, что в числе крупнейших подрядчиков Моспроп оказались фирмы, учрежденные самарскими коммерсантами, ранее никакого отношения к отрасли не имевшие. Проведенная счетной палатой проверка в прошлом году показала множественные системные нарушения в работе Моспроп и его филиалов, неэффективное использование средств, имущества, финансовое злоупотребление. Ряд претензий к работе Моспроп возник со стороны ФАС. В августе этого года возбуждено антимонопольное дело о картельном сговоре при закупках ортопедических изделий. Проверка счетной палаты показала, что в результате проведенного первого этапа реорганизации отрасли доступность помощи для инвалидов значительно снизилась. Негативно сказалось упразднение 26 региональных филиалов. В Тыве в Хакасии протезно-ортопедических предприятий не осталось в принципе, несмотря на огромную территорию и удаленность их от других регионов. В счетной палате обеспокоены предстоящие приватизации отрасли. В ее заключении отмечен недостаточный уровень проработки вопроса реорганизации в ГУПов и существующих рисках. Они заключаются в следующем – возможное изменение профиля предприятия и утрата его социальной функции, утрата имущества, переданного в уставный капитал акционерного общества, что в свою очередь может привести к полной утрате уникальных производственных баз и мощностей, утрата прав государства на оперативное управление обществом, отсутствие гарантий на сохранение предприятия как таковое. Совершенно очевидно, что приватизация столь важной чувствительной отрасли как реабилитационная индустрия не может готовиться келейно, в закрытом режиме, хотя впрямую касается миллионов российских инвалидов. А то, что такие проблемы возникнут, я абсолютно уверен. Вчерашний полусомнительный коммерсант расставил на ключевые участки многомиллиардной госмонополии своих людей финансиста с охранником, и теперь эти люди готовят ее приватизацию. К сожалению, министр труда ничего предосудительного в происходящем не видит. Максим Анатольевич Топелин считает, что все происходит в рамках закона. Допускаю, что реформу ортопедической отрасли начинать нужно, но открыто, гласно, с привлечением профессионалов и гражданского сообщества. В противном случае грядущая реформа станет в полном смысле реформой инвалидной, а ее инициаторы сказочно обогатятся.